Проблемы южноказахстанских муковолов по обеспечению железнодорожными вагонами будут решены, об этом заявил руководитель Казахстан-Темиржолы грузовые перевозки на встрече с бизнесменами области. Руководство национального перевозчика специально прибыло в Шемкент для разрешения существующих вопросов. Начиная с августа и по ноябрь южноказахстанские переработчики зерна не могли получить в достаточном количестве железнодорожного подвижного состава зерновозов для того, чтобы вывезти зерно с северного Казахстана. Ситуация была столь серьезной, что предприятия по производству муки и переработке зерна находились на грани остановки. Зерна на элеваторах оставалось на 2-3 дня работы. Это грозило дефицитом самого главного продовольственного продукта, повышением цен на муку и хлеб, а соответственно и ростом социальной напряженности. Руководство КТЖ грузовые перевозки, понимая, какие проблемы стоят перед производителями, информировало о том, что предпринимается железной дорогой. Для себя ставлю системную такую задачу, чтобы на 2018 году, именно в этот период времени, это август, сентябрь, октябрь месяц, и когда в этот период времени самое пиковое, хотите продать уже снова урожая муку свою, я думаю, что мы должны подготовиться совсем по-другому. Дополнительно, что, допустим, 16-й год, 17-му году рознь, мы знаем почему, потому что многие операторы на самом деле ушли на российские железные дороги, перевозить российское зерно, муки, это продукт перемола, и это правильно, потому что там дороже платят, поэтому они перешли туда. Понятно, что зернопроизводители и мукомолы не сидели сложа руки, каждый пытался разрешить ситуацию с дефицитом вагонов самостоятельно, но положение начало исправляться лишь к последней декаде ноября. Местный бизнес при этом опасается неустойчивости нынешних реалий. Наши страхи заключаются в том, что мы не знаем и не понимаем, будет ли сохраняться эта ситуация на ближайшие месяцы, два, пять и так далее. Мы понимаем, что мы же на обрывке, что никаких гарантий вы дать не можете, что КТЖ-экспресс является таким же хозяйствующим субъектом, как и все остальные, но все же нам, как местному бизнесу, хотелось бы какой-то стабильности. Как заявляют представители Казахстан-Темиржулы, улучшение ситуации стало возможным лишь ввиду применения административного ресурса и за счет других пользователей услуг железной дороги. Этот административный ресурс мы использовали в ноябре месяце. Почему только в ноябре месяце? Потому что изучали. Надо КАССИН подорвать по перевозке, надо КАСФОСФАТ подорвать по перевозке, надо МИТЛСТИЛ подорвать по перевозке, надо всех тех лесников, которые у нас перегружаются и везут, у них отобрать эти крытые вагоны. Вот оттуда и крытые вагоны. Они же не пришли откуда-то с завода сразу сегодня. Нет. С тех договоров, которые были подписаны в начале года, эти вагоны были отобраны и переданы вам. У железнодорожников свои причины объяснения дефициту подвижного состава. Если в начале 2016 года цена вагонов за сутки была 2300 тенге, то в конце поднялась до 4500-5000 тенге. И как выяснилось, это далеко не предел. Потому что в соседней России цена вдвое выше и растет помесячно. А, соответственно, и операторы подвижного состава будут уходить на российский рынок. Выход, как заявляют представители железной дороги, есть. Сегодня предлагается вам заключить договора на год вперед сразу. Вы примерно знаете, какая продажа у вас будет муки. Это не знает железнодорожник. Это не знает маркетинг сегодня, который работает у нас по перевозочной деятельности. Он знает просто согласно прошлого года. Чтобы исключить дефицит вагонов и проблемы с поставками подвижного состава, они возникают для мукомолов Южного Казахстана традиционно с августа по март исключительно, железнодорожники предлагают перейти на четкий график работы и плановость. Не использовать подвижной состав в качестве склада временного хранения. Применять штрафы к тем, кто способствует простаиванию вагонов или держит их длительное время на разгрузке.